Здравствуйте! Вы смотрите программу «Персональный акцент». Нужны ли современным писателям союзы? Если да, то сколько? Один общий, как в советское время, или многочисленный, в которых можно быть плечом к плечу именно с единомышленниками. И чем эти организации должны и могут заниматься? Об этом и не только поговорим с сегодняшним гостем программы, председателем Союза писателей Молдовы имени Александра Сергеевича Пушкина Виктором Роэлянов. Здравствуйте! Здравствуйте! Предлагаю начать наш разговор с обсуждения работы вашего союза. Когда и кем создавался? Кого объединяет? Какие цели преследует? Да. Ну, Станислав Георгиевич, здравствуйте, уважаемый Станислав Георгиевич, здравствуйте, уважаемые телезрители. С творчеством Пушкина я познакомился в Сибири, в Курганской области, в школьной библиотеке, куда мы были депортированы в 1949 году. В одной из библиотек, я уже сказал, я зачитался сказками Пушкина. Ну, вы знаете, сказка о рыбаке и рыбке. Все читающие люди знакомы с Сан Сергеевичем, с его сказками. Да, работники Балде, там сказка о царевне, о мертвой царевне и семи батарях, и царе Салтане и так далее. Ну, а потом взрослее, я уже познакомился, зачитался романом, вернее, поэмой Руслана и Людмила и другими его произведениями. Ну, а когда уже вернулся в Молдавию, я стал изучать более подробно его произведения, которые он написал здесь. Вы знаете, что Александр Сергеевич Пушкин прибыл в Молдавию 21 сентября 1820 года, пробыл здесь 3,5 года, и за это время он написал более 100, или начал писать более 100 своих произведений. Ну, среди них можно назвать «Кирджалик», «Дочери Кари Георгия», «Война», «Кадели» и так далее. Но мне больше всего, больше всего меня захватывало, это его молдавская песня «Черная шаль» и стихотворение к «Видию». Если говорить о «Черной шале», то надо сказать, что Александр Сергеевич, когда прибыл в Кишинево, он сразу же в течение месяца написал эту песню. Он, вы знаете, что в городском саду в то время была ресторация госпожи Фукс, где пела молдавская и цыганская песни Мариола. Его это очень завлекло, и он в переводе на русский язык написал эту песню. Впоследствии знаменитый русский певец, композитор и театральный деятель Алексей Версовский написал музыку на романс «Черная шаль». И этот романс облетел все театральные сцены мира. И благодаря этой песне многие узнали о Бессарабии. Но если говорить о российских певцах, то надо отметить знаменитого феномена русского певца и артиста Александра Вертинского, который исполнял этот романс. Легендарную певицу Надежду Васильевну Плевицкую, как ее называли, «Курский соловей». И хотелось бы еще сказать, что на ее выступлениях часто присутствовал ей император Николай II. И даже он, слушая ее выступления, он слоня голову плакал. И однажды на одной из ее выступлений он даже подарил ей со своего пальца драгоценный перстень. То есть влияние Пушкина, творчество Пушкина находило отражение на многих лицах, в том числе даже на императоре. Ну, прибыв в Молдавию, а затем в Кишинев, я в процессе уже Горбачевской перестройки написал поэму «Третий Рим». Это было где-то в конце 2000 года, начало 2000 года. И через определенное время я ее показал, эту поэму показал бывшему председателю Союза писателя Нистрова Николаю Сергеевичу Савостину. Вы знаете, что в конце 90-х годов, в начале 2000-х годов, русскоязычные писатели вышли из состава Союза писателей Молдовы, так как он имел однобокое свое направление. И при поддержке бывшего президента республики Воронина Николая Владимировича был создан Союз писателей Нистров. Этот Союз был очень поддержан, он финансировался, было выделено помещение ему, оргтехника и так далее, и так далее. Но потом по ряду трагических событий он прекратил свое существование, не буду вдаваться в подробности, в детали. Ну и среди литераторов этот Союз начало изображение, люди упали духом, в том числе и Николай Сергеевич. Ну а мы ряд литераторов, как Дуб Иван Георгиевич, Дуб Алексей Николаевич, Грес Николай Иванович, Александр Гушевич, Валентин Ткачев и я, собрались и создали, решили издать первый номер «Альмонаха. Литературный диалог». И вот часть литераторов из Союз писателей Нистров, из Ассоциаций русских писателей и других начали группироваться, собираться вокруг этого «Альмонаха». И он способствовал тому, что мы со временем создали, чтобы не привлекать внимание власть поддерживающих, создали свою творческую интеллигенцию. Я был избран председателем. Ну а на протяжении уже нескольких лет мы все-таки думали, как же нам, учитывая богатое наследство, богатое наследие, творческое наследие Александра Сергеевича в Бессарабе, в Молдове, скажем, создать Союз, который бы продолжал дальнейшее развитие русской литературы и сохранение пуршинского наследия в Молдове. Так появилась идея создать такой союз. Мы начали искать по существующему законодательству согласие кого-то из каких-то родственников. Мы нашли в Брюсселе его потомков, праправника, единственного его потомка по мужской линии Александра Александровича Пушкина и его супруги Марии Александровича Пушкина, урожденной в Дурнову. Через определенное время они дали нам письменное согласие. Даже можно озвучить его немножечко. Оно, правда, на французском языке, но мы перевели на русский. Но в сопровительном письме они написали, написали, уважаемый господин Раэлян, высылаем вам наше согласие писателям Союза творческой интеллигенции Молдовы, желая вам успехов в наших начинаниях, примите, уважаемый господин Раэлян, наши наилучшие пожелания. То есть они дали согласие на создание в Союзе, вот на французском языке, создание в Кишиневе Союза писателей Молдовы на сящее имя великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Мы, конечно, после получения их согласия долго обсуждали, потому что большая ответственность перед нами была. А в Кишиневе маститых таких литератов было очень мало, по пальцам можно было пересчитать. Это, ну, Савгостин Николай Сергеевич, Коскина Алла-Аркадьевна, Николаев Дмитрий Михайлович, Милях, Александр Владимирович, ну и Олесию Рудягину тоже. Вот в то время уже Валентина Ткачева уже не было, он умер, это писатель, член Советского писателя СССР. Николай Сундеев уехал в Сан-Франциско, в Америку. И мы с ними советовались, которые здесь остались. Кто был за, кто против, но в конце концов мы решили так, что литераторов таких маститых мало, но мы сами вырастим в процессе нашей деятельности, мы сами вырастим хороших литераторов, прозаиков, поэтов, которые будут достойно нести имя Александра Сергеевича Пушкина. И достойно будет представлять наш союз в республике и за рубежом. Так вот мы подошли к созданию союза. Был он зарегистрирован в 2 ноября, в Министерстве СССР, в 2 ноября 2010 года. Но корни ее, как я уже отмечал, уходят в начало 2000 года. Кого сегодня обвиняет союз? Кто является членами союза писателя имени Александра Сергеевича Пушкина? Кого удалось, в частности, и вырастить самим? Да. Значит, мы когда начинали, у нас было мало, где-то 20 литераторов. Но постепенно наша деятельность и, конечно же, имя Александра Сергеевича Пушкина привлекло многих других литераторов, которые были разбросаны и не были объединены. Ныне у нас 85 человек, из которых 35 человек здесь, в Кишиневе. На севере Молдовы у нас 2 филиала. Это в Бельцах Лира и 12 северных районов объединяет филиал Норд. И на юге Молдавии филиал Суд объединяет 4, литераторов 4 районов. 85 человек. Ну, я скажу, что по специальности, по опыту, это очень опытные работники, которые прошли большую школу в советское время. Различных специальностей. У нас 4 доктора хабилитата наук. Это Маслобородс Евгений Никитович, это Устьян Иван Григорьевич, это Балан Евгений Михайлович. Если все-таки дальше говорить о Союзе, как строится работа, в чем она заключается, что планируете в ближайшее будущее проводить, какие мероприятия? Ну, у нас сложилась практика, что мы проводим ежемесячные наши общие собрания, на которых мы рассматриваем вопросы приемов членов Союза, вручение членских билетов уже со временем, когда они будут изготовлены, награждение почетными грамотами и творческое, обмениваемся новыми произведениями, которые мы пишем. Ну и вторым нашим мероприятием является гостиная Лира. Туда мы, кроме того, что мы выступаем, литераторы нашего Союза, мы приглашаем известных артистов, певцов, которые поют, рассказывают, делятся мнениями и так далее. Ну, есть еще одно мероприятие, мы проводим совместно с библиотекой имени Ломоносова «Желтый чайник», она называется, куда мы приглашаем также как бы на исповедь знаменитых, ну, известных людей Республики Молдова. Вот, ну, был, участвовал Иван Кваснюк, заслуженный артист Молдовы, был на этом мероприятии, рассказал о себе. Наши рассказывали, я и другие, и все. И очень интересно, потому что, общаясь, мы до конца все-таки не знаем все друг о друге в процессе творческого деятельности. А вот на этом мероприятии рассказал от начала, как человек пришел к творческой деятельности, как он начал писать, что его волнует и так далее, и так далее, и так далее. Вы пришли вот с целым рядом публикаций, книг. Я так понимаю, что это авторы этих книг, этих работ, это, наверное, те, кто с вами сейчас работает в Союзе, правильно? Да, Станислав Георгиевич, у нас, мы выпускаем в год где-то 25-30 книг на русском языке. Вот за 8 лет мы издали уже около 200 таких произведений. Книги, поэтические, прозаические сборники. Вот один из них, я в этом году издал, и Лера Пушкина в Молдове не смолкает. Значит, он, в основном в нем включена пушкинская тематика, и он посвящен приезду в 2016 году по нашему приглашению в Кишиневу прибыли наши крестные, мы их так называем, потомки Пушкина, это Александр Александрович Пушкин и его супруга Мария Александровна. Спонсором этого проекта был Игорь Николаевич Дадон, ныне президент Республики Молдова. Значит, они впервые были у нас. Мы им показали дом музея Пушкина, где их прапрадед жил и творил. Показали памятник, выложение цветов, потом лицей Пушкина, там было очень хорошее творческое мероприятие, дети выступали. Им очень понравилось. Мы постоянно с ними поддерживаем связь по телефону, по скайпу и так далее. Они, конечно, к нам еще приедут. Но одно немножко огорчает, то, что у них нет детей. И, конечно, со временем, когда отойдут в мир иной, то род Пушкин их по мужской линии на этом прекращается. Ну, а по женской линии их более 200. Потомков. Потомков, да, и в Америке, и в Германии, и в Израиле, и в Франции, и в Англии, и в России тоже еще есть. Расскажите нам и о других работах, которые здесь представлены, об их авторах и чем они примечательны. О чем пишут ваши коллеги по Союзу? А с чего начать? Ну, вот, наверное, вообще, вначале я хотел бы еще сказать о нашем печатном органе. Значит, вот этот литературный диалог «Альманах», вот этот, который мы издали первым, когда еще не было нашего союза, который, вокруг которого мы и собрали наш коллектив и создали этот союз. Вот, потом он немножечко издавался по-другому. Вот уже литературный диалог, уже другой номер. Уже пятый выпуск. Уже пятый выпуск. Вот шестой выпуск литературного диалога, который посвящен 70-летию рождения Александра Александровича Пушкина. Вот он, значит, который праправнук Александра Сергеевича. Мы его посвятили целый номер. Ну, а среди наших поэтов, писателей, прозаик хотелось бы отметить Ольгу Авдевию Макрак. Она, кроме того, что член нашего союза, она постоянно сотрудничает в Петербурге с такими литературными союзами, как «Приневе» или «Русские просторы». И вот она вот, вот «Между севером и югом» у нее есть такая книжа, здесь стихи, очень хорошие стихи. Вот. И, кроме того, она в этом году стала лауреатом Есенинской премии. Также творчество, можно отметить творчество Николая Семеновича Еленина. А, вот она, вот книга Еленина тоже стал лауреатом Есенинской премии вот за эту книгу «Когда прилетают аисты». Книга очень интересная, издана в Москве, содержательная, хорошо оформлена все. Вот. Вот наш Никита Попов, композитор, поэт, работает в Москве, но и член нашего союза. Он часто, родители Лев Кишинева, он часто приезжает сюда и, значит, участвует в нашем мероприятии. Вот его интерпресса, тоже его книга Никиты Попова. Я бы хотел отметить еще руководителя филиала «Норд» Виктора Панько. Это бывший работник Академии наук. Вот он создал, он, во-первых, там руководит и сумел объединить литератору 12 северных районов. Вот его песенный фольклор украинцев в Республике Молдова. Очень интересная, значит. Есть у него еще сборник стихов цыганских песен. Есть у него, вот его книга Виктора Панько «Запомни запах метеолы». Она отмечена в России, значит, в Российском союзе писателей. Вот. Ну и кроме того, он является членом Российского союза писателей. И у нас таких четыре члена союза писателей. У нас один член союза, Иванов, член союза писателей Белоруссии. И в том числе он является членом союза академии, Петровской академии искусств и литературы в Санкт-Петербурге. У нас есть Валерий Кружко, который является главным редактором журнала в Санкт-Петербурге «Мир Рэкбола». Представляете? Ну, разносторонняя развитая личность. Разносторонняя развитая личность, да. Ну, вы упомянули вот тот момент, что ваши коллеги являются членами еще целого ряда союзов. А как складывается такое, будем говорить, интегральное сотрудничество с другими общественными организациями, объединениями, союзами писателей? Это, будем говорить, обмен просто творчеством или же есть какие-то еще более тесные связи? Ну, в Республике Молдова мы, конечно, взаимодействуем, сотрудничаем с ассоциацией русских писателей. Это Олеся Рудягин, которая возглавляет. А в основном, на данный момент, мы сотрудничаем больше всего с литераторами, писателями Российской Федерации и Украины. Я уже сказал, что четыре наши члена являются членами Российской Федерации и Украины, но, к сожалению, у нас еще многие бы вступили и желают вступить. Но там введены ограничения, что надо иметь российских гражданцев в последнее время. И поэтому сейчас вступление в этот союз ограничено, но мы с ним поддерживаем связь постоянно. Мы публикуем в их альманахах, допустим, поэт года или прозаик года, ежегодные наши произведения. Я лично с 2015 года постоянно публикую там материал, поэт на поэт года. Кроме того, на российском портале «Стихи.ру» я поместил где-то более ста своих произведений. И многие наши писатели тоже пользуются этим каналом. Не отстают от вас. Не отстают тоже, да. Даже отдельно, даже больше поместили, разместили. Ну, мне кажется, в сегодняшнем мире не бывает организаций, союзов, у которых не возникает проблем. Вот с какими проблемами вам приходится сталкиваться? Ну, самое главное, болезненное, это проблема, это, конечно, отсутствие устойчивого финансирования. Нас никто не финансирует, абсолютно. Мы все, все вот эти произведения, книги мы издаем за счет собственных средств авторов. Я пытался несколько раз, и то, когда я работал в Министерстве культуры, значит, пробить один проект, чтобы нас профинансировали. Но, к сожалению, тоже не получилось. Потому что мы писатели русскоязычные, вот там другое было направление. И мы все издаем за счет собственных средств. А это влияет на то, что мы не можем арендовать хорошее, соответствующее помещение для нашей численности. У нас было в доме актеров два кабинета, но это было мало. И мы его со временем закрыли. Этот офис, этот. И, конечно, это бы способствовало более лучшему изданию книг. Мы имеем свою мини-типографию, но возможности ее не так-то широки, как говорится. Качество вроде неплохое, но уже цветные фотографии мы уже не можем у нас печатать. Мы уже печатаем и издаем или в центральной типографии, или в других изданиях. Ну, вот это, пожалуй, самое-самое-самое. Ну, еще, и самое главное, ну, еще, хочется сказать о молодежи. Очень в Кишиневе, в Молдове вообще очень много талантовой молодежи. Мы даже вот часто встречаемся в лицеях, в колледжах, в университетах со студентами, учащимися, в лицее Пушкин, лицеем, во многих лицеях. И они читают стихи, прекрасные стихи, или какие-то свои произведения, очерки, или что-то такое. Мы их приглашаем, ну, они приходят, но очень мало. Ну, что у них больше, ну, знаете, сейчас интернет, другие вопросы. Или же после лицеев они поступают в высшее учебное заведение, там заняты учебой. У нас есть молодые, мы даже одно время вели школу юных талантов, молодых литераторов. И получалось, ну, потом как-то это стихло. Сейчас мы снова хотим возобновить эту школу, потому что это зависит от того, как найти хорошего руководителя этой школы. У нас в одно время мы хотели Кортину Аллу Аркадьевну, но она постоянно у нас сам и отказалась. Ну, она ушла в иной мир. Вы понимаете, что наставничество, работа с молодыми кадрами требует и педагогического таланта, и знания, в общем-то, дела литературного. То есть быть самим, самим быть автором, это, в общем-то, довольно очень сложно. Как мне кажется, найти такого лидера, который повелег бы за собой или потянул бы за собой молодых писателей. Да, самая лучшая кандидатура, конечно, была Кортину Аллу Аркадьевну. Она в свое время вела школу, народную школу литераторов. И из нее, из этой школы, которую закончили, вышли хорошие литераторы. Но, со временем, видимо, у нее сейчас появилась другая сфера деятельности. Сейчас она главный редактор журнала «Русское слово». И другие программы она осуществляет. И мы не можем, надеемся, может, со временем все-таки, что она вернется к этой деятельности. И мы будем более способствовать развитию, понятию и развитию творчества молодых. И тогда уже под занавес нашей встречи. Первый вопрос. Какие ближайшие планы по Союзу писателей? Ближайшие планы. Мы хотим, все-таки, учитывая, что творческий потенциал нашего коллектива очень возрос. Я уже сказал, что у нас четыре доктора хабилитета наук. У нас есть члены Российского Союза, писатель, как я отмечал, белорусского и так далее. Пришло очень много творческих людей. Уровень вырос, и границы, которые уже есть ныне, они уже как бы не удовлетворяют наших литераторов. Они хотят больше. Кроме того, что выходим на литературное поле России, Украины, мы даже печатаемся в Польше, в Болгарии, в Чехии. Даже Лозинская Светлана Ивановна написала произведение о любви Адама Мискевича к Молдаванке нашей, когда он был здесь. И за это получила золотую медаль Польши. И поскольку граница уже сдерживает развитие, мы начинаем искать уже, как выйти на коллег из других стран. И вот недавно у нас, по нашему приглашению, прибыл из Лондона вице-председатель Евразийской творческой гильдии, господин Шахназаров, Марк Шахназаров. Мы с ним встретились. В Литике Ломоносове он рассказал о перспективах дальнейшего сотрудничества, о том, как выйти на наших коллег за рубежом. Можно издавать и на английском языке, можно на русском. На любых, они даже издают в Казахстане на их языке, на казахском, в Узбекистане, в Азербайджане. Вот, кстати, они издали антологию азербайджанских писателей. Вот я, он когда был у нас, Марат, Марат, Марк, по паспорту Марк, вот так Марат. И вот он оставил, на английском языке, на английском языке. Вот такой мы можем сделать и для наших членов Союза нашего писателя. Есть хорошие, очень, я бы назвал ее, Доковецкую, Людмилу и так далее, которые очень активные и имеют уже богатый литературный багаж, который можно было бы вывести на мировой уровень и с коллегами делиться из разных стран. Кроме того, мы сейчас наладили отношения, у нас была недавно конференция здесь в Кишиневе, к нам приезжала главный редактор российского журнала «Веси» Татьяна Богина. Этот журнал, несмотря на то, что он на Урале самый, но он где-то свыше 100 тысяч экземпляров его тираж, он уже захватил всю Россию, они берут первые места во многих конкурсах в России. И устанавливать связи с многими республиками, в том числе, вот были и у нас. И мы договорились с госпожой Богиной, что она издаст отдельный номер журнала «Веси» с произведением наших писателей. Я понимаю, что в Союз писателей такое связующее звено в цепочке писатель и издательство. То есть, Союз писателей помогает выходить из издательства. Но сегодня же век высоких технологий. Насколько актуальна и востребована сегодня печатная продукция в то время, когда, например, легко тому или иному автору опубликовать свою работу прямо в интернете и уже найти, как сейчас говорят, потребителя. То есть, найти отклик, найти читателя и получить какую-нибудь известность. А если работа яркая, то и большую известность. Да, конечно, это большой такой подспорь и, как говорится, возможность помещать свои материалы, значит, на средствах технических... В мировой паутине, как мы говорим. Да, в мировой паутине. Но все-таки книжное издание или, как мы говорим, бумажное, на бумаге, оно более притягивает. Если когда видишь вот такую книгу, и тут и бюст Пушкина, и с одной, и с другой стороны, и с самой... В книге, в интернете, конечно, листаешь это все, но не так оказывает такое влияние на читателя. Все-таки книга, и книга всегда, она рядом, на книжной полке, и человек всегда вспоминает его содержание, увлекается. Если увлекается, тем более, он перечитывает часто. Но, к сожалению, в последнее время печатное... Не то, что печатное, а вообще произведение не пользуется читательским. Мы это тоже отмечаем, часто об этом говорим. Но здесь, наверное, веяние времени. То, что сегодня расстояния между людьми сокращены, как вы говорили, нет границ практически. Поэтому, с одной стороны, легко найти своему читателя. С другой стороны, конечно же, хотелось себя оставить в памяти не просто в каких-то электронных страницах, которые могут так же легко потеряться, как и быть опубликованным, но и сохранить свою работу на печатных страницах. Но я надеюсь, что эта книга себя сохранит, спрос на книгу и внимание к книге сохранится. Да, несомненно. Со временем, конечно, это опять возрастет спрос. И у меня даже есть стихотворение о поэзии, что многие сейчас другими увлекаются. Но красота поэзии все равно привьет человеку любовь к книге и так далее. Надеемся на это. И я чувствую, что в последнее время все-таки больше возрос спрос к нашей литературе. Возрос. Интерес появился. Интерес появился, да. И то, что и качество работ возросло, и наша деятельность, что мы постоянно везде участвуем. И люди просто интересуются. Просто, может быть, в книгах, понимаете, еще как получается проблема? Ну, что нынешние эти магазины книжные, как они называются. Ну, не важно, то, что будет реклама. Да. Они больше на молдавском, на румынском языке переводят там все, понимаете. Я ходил в Дурлештах неоднократно на русском языке. Они не берут. Поэтому и спрос. Мы так, мы что делаем? Мы раздаем наши книги друзьям, знакомым, на разных мероприятиях творческих. Когда мы участвуем в разных селах Республики Молдова. Здесь, в Кишиневе, в лицее, в университетах. И в это мы всем раздаем. Наш почетный председатель нашего Союза, Устьян Иван Георгиевич, это бывший председатель Совета Министров, вы знаете, 81-85 год. Он издал где-то 18 книг по пушной тематике. Так он издал где-то 20 тысяч экземпляров, из которых все раздал по этим учебным заведениям, по библиотекам. Понимаю. Смотрите, я очень внимательно вас слушал, обозначил для себя, будем говорить, две такие проблемы. Очень грустно, что есть определенное такое влияние, и это, наверное, влияние сегодняшней власти и мощи, которую представляет наше государство, в отношении пропаганды или, например, в отношении распространения книг, написанных на русском языке. Я вижу другой момент, когда абсолютно отсутствует внимание к проблемам русскоязычных или к проблемам писателям, которые публикуют свои работы на русском языке. Ведь, смотрите, в данном случае роль государства в развитии Союза писателей отсутствует напрочь. Вы не получаете никакой помощи, никакого финансирования. И перефразирует, знаете, известную мысль, если государство не кормит своих писателей, а кормит чужих, значит, таким образом формирует, то есть, живет уже не своим, а чужим умом. И это нельзя прискорбно. Спасибо вам за этот разговор. Я думаю, мы привлекли определенное внимание к вашему Союзу. Будем рады освещать деятельность Союза, будем приглашать вас в студию. И, надеюсь, наш сегодняшний диалог, наш разговор будет продолжен. А вам спасибо, Станислав Георгиевич, за представленную возможность выступить на вашем канале, который мы очень уважаем и постоянно наблюдаем, смотрим. И надеемся, что со временем вы еще и можете нас пригласить, чтобы показать наш творческий потенциал, наших людей. Зовите на свои мероприятия, обязательно осветим новостях. Спасибо большое. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был председатель Союза писателей имени Александра Сергеевича Пушкина Виктор Роэлян. Оставайтесь с нами, мы работаем для вас. Продолжение следует...